Дорогие друзья, спасибо всем за поддержку, те кто ставит лайки и пишет комментарии. Нам очень приятно, мы работаем для вас. Сегодня вся страна прощалась с Юрием Шатуновым, ставшим легендой популярной музыки. Его судьба и песни были настолько правдивы и искренни, что мало кого оставили равнодушным. Кумир миллионов и человек, который стал символом времени перемен, скоропостижно скончался. Юрия Шатунова знал весь Советский Союз. Одно время он был популярнее, чем Алла Пугачева, а песня «Белые розы» до сих пор звучит и пользуется популярностью, не говоря о других его песнях. Как известно, Юрий Шатунов умер от обширного инфаркта. Никто не ожидал и не мог этого предположить. Певец никогда не жаловался на здоровье, ввел здоровый образ жизни и когда была возможность, ходил в спортзал. Многие поклонники связывают смерть Юрия с последними событиями, которые произошли в его жизни. Как известно, он несколько лет судился с Андреем Разиным за право исполнять песни, которые ему написал его друг, композитор Сергей Кузнецов. В конечном итоге Шатунов выиграл суд, но по утверждениям близких это стоило ему очень много нервов и переживаний. Ведь эти песни стали его жизнью. Когда люди слышали фамилию Шатунов, сразу ассоциировали её с песней «Белые розы». На прощание с Шатуновым пришёл бывший участник и продюсер Андрей Разин, которого многие винят в смерти Шатунова. В момент, когда он подходил с цветами к церемонии прощания, одна из поклонниц крикнула ему «Чего ты сюда прёшься, позорище? Это ты во всём виноват». В ответ Разин нервно выкрикнул «Заткнись!» и пошёл. На самой церемонии Разин стоял как прокажённый, с ним никто не хотел общаться. Почувствовав такую неприязнь, он в скором времени удалился.